Андрей Шевченко был назначен новым главным тренером Дженуа. 45-летний игрок заключил с клубом серии А соглашение до 2024 года после увольнения Давиде Балардини, который был уволен в субботу после ничьи с Эмполи 2-2. Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженуа состоялась 10 ноября. Отметим, что Шевченко дебютирует во главе Грифонов в матче с Ромой, который состоится 21 ноября. Новый главный тренер Дженуа Андрей Шевченко рассказал о целях команды и признался, что был рад вернуться в Италию. По его словам, он верит, что Дженуа может совершать великие дела в будущем. В январе команду нужно будет усилить. Он считает, что команде нужен правильный менталитет. Он также общался с игроками и почувствовал, что они тоже хотят улучшить ситуацию. Сама команда нуждается в быстрых изменениях, поскольку она находится на 17 месте, в одном шаге от зоны понижения. В списке тренера Дженуа много игроков высокого уровня, и Кристиан Пулешич – один из них. Пулешич вернулся на прошлой неделе после серьезной травмы лодыжки. Ему еще предстоит сыграть 90-минутный матч. Согласно оценкам, чтобы заполучить Пулешича в зимнем трансферном окне, Челси придется заплатить около 55 миллионов долларов. Шевченко также рассматривает возможность подписания некоторых игроков сборной Украины, которых он тренировал во время своего пятилетнего пребывания на посту главного тренера. Еще один игрок высокого уровня, на которого обращает внимание новый босс Дженуа – Александр Зинченко из Манчестер-Сити. Шевченко знает, что 24-летний игрок не получал много минут во всех соревнованиях в этом сезоне, и он может быть открыт для смены команды зимой, когда чемпионат мира не за горами. Напомним, что в августе Шевченко покинул пост менеджера сборной Украины, который является его единственной предыдущей тренерской должностью на сегодняшний день. Он вывел сборную в четверть финала Евро 2020 впервые в ее истории, после чего она была выбита Англией.